23 февраля страна отпраздновала День защитника Отечества и Вооруженных сил Беларуси. 23 февраля – праздник наших защитников в каждодневной жизни, праздник мужчин и прежде всего тех представителей сильной половины человечества, которые носят погоны. Для сегодняшнего Бреста уважение к человеку в погонах – это основа. Это основа, потому что мы прекрасно понимаем, что только имея надежную защиту, можно развиваться. Развиваться нашему городу – это особый день для нас, для брещан, это особый день для тех, кто носил погоны, кто носит погоны. И думаю, что выражу мнение всей городской власти, что забота о человеке в погонах всегда будет в центре внимания органов власти в том числе, потому что на этих людях особая ответственность, на этих людях особые задачи, у этих людей нет выходных. Эти люди полностью отдают себя великому делу, делу служения нашего Отечества. В последние десятилетия делается все возможное для поднятия престижа и авторитета воинской службы. Проведенное реформирование, последующее строительство и развитие вооруженных сил позволило придать им современный облик, оптимизировать структуру и численность, степень боевой и мобилизационной готовности, уровень оперативной и боевой подготовки, морально-психологическое состояние личного состава обеспечивают решение поставленных перед армией задач. Те задачи, которые поставил глава государства, мы уже отрабатываем более 10 лет. У нас есть уже накоплен опыт, сформированы определенные структуры. Практически каждый год в плане подготовки территориальной обороны мы отрабатываем это в каждом районе, в каждом регионе, подводим итоги и крайняя проверка готовности территориальных войск, которая проводилась вот как в Гомельской области, говорит о том, что территориальные войска в Республике Беларусь сегодня готовы выполнять наряду с вооруженными силами задачи по обороне нашего государства. Праздник тех, кто выстоял в годы войны, праздник тех, кто освободил, кто дал возможность нашим детям и внукам спокойно учиться, трудиться, работать. В свое время говорили так, кто не кормит свою армию, будет кормить чужую. Слава Богу, у нас есть возможность кормить и делать армию боеспособной, готовой в любую минуту встать на защиту своей Родины. 23 февраля – праздник людей, которые выбрали раз и навсегда один путь, одну профессию – защищать Родину, и они выполняют свои обязанности четко и грамотно. Профессионально и на совесть, поэтому без наград, грамот и приветственных слов ни одно торжество, посвященное офицерам, прапорщикам и рядовым Брестского гарнизона не проходит. В этом году многие военнослужащие получили подтверждение своей профессиональности от руководителей областной, городской и районной вертикали. После военной срочной службы, не раздумывая, согласился остаться на контракт, ни о чем не жалею. Молодой человек, который в любое время способен стать на защиту своей Родины, чтобы защищать своих родственников, девушек, жен, детей, ну и прочих людей. Защитник Отечества – это так важно для нашей страны, это так почетно. И мне и моему оркестру очень приятно то, что мы причастны к этому делу, ведь все праздники не обходятся без нас. А для наших военных, для наших мужчин это поистине настоящий праздник. Отечество, Родина. Так уж сложилось, что за все в жизни надо бороться, а если в борьбе обрел желанную цель, то необходимо сохранить и сберечь ее. И хоть времена изменились, понятие «защитник» не лишилось своего ореола мужественности и надежности. Мужчины всегда стояли и стоят на страже нашего покоя и благополучия. Не страшась, вступают в бой по первому зову своей страны. Служба в армии сегодня престижна. Высокой оценки заслуживают вооруженные силы страны и люди, которые носят это высокое звание – защитники Отечества. Лариса Осмоловича, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.